Рада вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре Технопарка Сколково. Меня зовут Ахмадзинова Юлия, представитель компании Webinar.ru, сервис для проведения онлайн-конференций и семинаров. Сегодня я буду осуществлять технические события нашего мероприятия. Скажу по поводу сегодняшнего мероприятия. Тема сегодняшнего вебинара – это оформление заявки на статус участника, а и спикер – это Платонова Ольга, менеджер конституционного центра. Передаю слово Ольге. Добрый день. Добрый день, дорогие участники. Добрый день, Юлия. Сегодня по традиции мы проводим наш вебинар, посвященный процедуре получения статуса и оформлению заявки на статус участника. Я хотела бы сказать, что такие вебинары будут проводиться регулярно, как они проводились раз в месяц, только не по субботам, а по средам. Если какие-то будут возникать попутно вопросы, моя коллега специалист конституционного центра Любовь Куриненко будет отвечать вам в чате. Если мы не успеем ответить на все ваши вопросы сегодня, пожалуйста, можно обращаться к нам по телефону, по электронной почте. Итак, мы начнем для всех участников нашего вебинара, которые еще не знакомы с самой процедурой. Я немножко расскажу о ней. Итак, каким образом можно получить статус участника Сколково? Для этого надо зарегистрироваться на нашем сайте. У нас несколько изменился сайт. Я думаю, что все вы видите. Он меняется каждый день. Мы учитываем ваши пожелания. Итак, вы регистрируетесь, затем заполняете онлайн-аркету и направляете ее нам. Формальная проверка фонда осуществляется и потом экспертиза по существу. По регламенту я скажу позже отдельно, но таким образом процедура несложная. Занимает она 20 дней, от 20 дней до, скажем, полутора месяцев по практике. И результатом ее становится получение статуса участника, то есть получение свидетельства участника. Для поддержки наших соискателей, для поддержки наших участников в составе технопарка Сколково создан консультационный центр. Мы работаем уже год. Мы оказываем информационную поддержку, как я уже говорила, как потенциальных соискателей до подачи заявки на статус участника, так и участников. Мы рассказываем все по процедуре. Мы объясняем вам, каким образом оформить заявку, каким образом правильно оформить документы к ней. Дальше мы консультируем вас по статусу вашей заявки. Несмотря на то, что на вашу электронную почту по каждому этапу приходят официальные уведомления о статусе вашей заявки, тем не менее, если у вас возникают вопросы, вы также можете к нам обратиться, и мы вам расскажем, объясним, что и как с вашей заявкой. Далее мы оказываем первичную консультацию по инвестиционной политике, то есть по вопросам получения гранта. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что получение гранта – это зона ответственности профильных кластеров, то есть тех департаментов, к направлению которых относится ваш проект, и мы оказываем здесь исключительно первичную консультацию. Далее мы консультируем вас по вопросам регистрации юридического лица, потенциального участника проекта Сколково. Мы приводим в соответствие уставы организации. Для этого у нас работает специалист консультационного центра, наш юрист Андрюшенков Александр. После того, как ваш проект проходит предварительную экспертизу успешно, вы можете направить ваш устав на почту технопарка и наш юрист в течение двух-трех дней, приведет его в соответствие, в режиме правок отправит вам обратно, и вы можете принять решение, стоит ли вам перерегистрировать устав действующей организации, либо образовать новое юридическое лицо. Далее Андрюшенков Александр может проконсультировать вас по вопросам использования преференции статуса, то есть налоговой льготы и все, что с ними связано, каким образом подать, оформить и так далее. И мы оказываем, как я уже говорила, информационную поддержку наших участников после получения статуса. Мы рассказываем о сервисах технопарка. Кроме вебинара консультационного центра, по средам проходит вебинар технопарка. Я приглашаю всех желающих поучаствовать в них, послушать, чем технопарк в будущем может помочь участникам. Это достаточно интересно и полезно. По традиции я каждый месяц освещаю наиболее частые темы обращения соискателей в консультационный центр. И по-прежнему первое место занимает вопрос о разнице между видами заявок. То есть куда правильнее подать заявку. Смотрите, мы рекомендуем, это наша рекомендация подавать заявку изначально на предварительную экспертизу. В этом случае заявка оценивает сам проект по существу и приходит понимание, стоит ли дальше заниматься юридическим лицом. Предварительная экспертиза – это часть экспертизы на статус участника. Одиннажды оцененный проект по существу второй раз при подаче заявки на статус участника не проходит экспертную коллегию. Если проект прошел предварительную экспертизу, далее оценивается только юридическое лицо. Об этом я расскажу чуть подробнее позднее. Далее часто нам поступают вопросы по юридическому лицу, каким образом оно должно быть зарегистрировано. Здесь я хочу пояснить, что мы в настоящее время не регистрируем юридические лица для наших будущих участников. Мы оказываем консультационные услуги, но при этом мы взяли на себя достаточно тяжелый труд и очень полезный для наших потенциальных участников. Вот то, о чем я вам говорила. Наш юрист приводит уставы в соответствие. У вас не возникнет в будущем трудностей с перерегистрацией уставов, если они не будут подходить к требованиям закона Осколкова. Далее. Вопросы о формах заявлений представляемых членов команды. Все ваши вопросы по формам мы далее переформатируем в шаблоны и выкладываем их в телезаявки. Я думаю, что если у кого-то шаблоны не будут открываться, пожалуйста, обращайтесь. Мы вышли вам на почту. Но тем не менее, мы делаем все, чтобы вы как можно меньше к нам обращались, как можно быстрее могли увидеть ответы на ваши вопросы. Здесь я хотела бы обратить ваше внимание на то, что, как вы видите, сайт у нас меняется достаточно активно. В будущем заявка не будет меняться по сути и по разделам заполняемым. Но тем не менее, для вашего удобства там будет расположено достаточно много подсказок, которые сейчас мы можем осуществить по телефону, а в будущем они просто будут выложены в самой заявке для вашего удобства, как и все шаблоны. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что, наверное, многие говорят о том, что до консультационного центра в последнее время трудно дозвониться. Мы просим вас войти в положение, так как у нас действительно с декабря месяца огромный поток заявок, огромный поток звонков. И здесь, если такая проблема возникает, пожалуйста, обращайтесь к нам по электронной почте. Мы отвечаем оперативно в течение одного, максимум двух дней. И здесь ваши вопросы никогда не останутся без ответа. Спасибо за понимание в этом вопросе. Далее. Форма письменного согласия заявителей по предварительной экспертизе на предоставление соискателям проекта для цели присвоения статуса участника проекта. После того, как физическое лицо подает заявку на предварительную экспертизу, далее при отправке проекта на экспертизу по существу требуется письменное согласие. Здесь тонкое следующее. Если заявителем по предварительной экспертизе выступает юридическое лицо, письменное согласие уже не требуется. Здесь вы можете приложить просто пустой документ. Понятно, что само юридическое лицо на себя согласие не будет предоставлять. Форма письменного согласия как шаблон пока не выложена, но если вы к нам обратитесь, мы ее вам, естественно, предоставим по электронной почте. Образец, скажем, этого письменного согласия. Далее. Очень часто поступают вопросы по инвестиционной политике, по тому, каким образом подать заявку на грант и так далее. Здесь, я повторяюсь, это зона ответственности профильных кластеров. Тем не менее, с помощью вам на сайте расположена инвестиционная политика. Там приложение 1, я всем советую заглянуть, прежде чем формировать вопросы. Там достаточно подробно по всем этапам показана сумма грантов и так далее. Я могу озвучить, что по стартапам, по нулевому этапу сумма гранта увеличена до 5 миллионов. Естественно, с согласия кластера все суммы согласовываются. Процедура следующая. Как только вы получаете статус участника и даже как только вы получаете одобрение по предварительной экспертизе, вы можете обратиться в профильный кластер специалисту и, разъяснив суть вашего проекта, получить их одобрение, подготавливать пакет документов на предоставление гранта. Пакет документов достаточно объемный, поэтому после предварительной экспертизы, я думаю, что можно задуматься уже о его формировании. Но всегда надо обращаться в кластер в этом случае, потому что на грант номинирует исключительно кластер проекта, несмотря на то, что даже они получили одобрение независимой экспертизы. Далее, вопросы по налоговым льготам. Достаточно часто поступающие вопросы. Пожалуйста, если возникает, обращайтесь к нашему юристу, Андрюшенков Александр, его добавочный номер 2273, либо на почту Технопаркова, она поступает мне и моей коллеге, мы оперативно перенаправим вам, нашему юристу, эти вопросы, и он ответит. Требования по участию иностранного специалиста. Несмотря на то, что с 11 ноября 2011 года у нас утверждено и работает положение новое о присвоении и утрате статуса участника проекта Сколково, тем не менее, вопросы по иностранному специалисту продолжают поступать. Отвечаю, здесь же у нас нет требований с 11 ноября о необходимости участия специалиста с иностранным гражданством. Есть требования по участию хотя бы одного члена команды с международным опытом. Но к его гражданству никаких требований больше не предъявляется, как не предъявляется больше требований по участию специалиста, скажем, работающего в научном либо образовательном учреждении. Далее, я в общем-то в рейтинге поставила 8 вопрос технической поддержки, но это тоже у нас такой достаточно часто задаваемый вопрос. Здесь можно развить техническую поддержку на две части. Если у вас возникают проблемы с тем, что вы не можете зайти в свой рабочий кабинет на сайте, до тех пор, пока там не выложена служба технической поддержки, вы можете также обращаться в технопарк, на нашу почту SK-технопарк, собака, SK-ру, и мы перенаправим ваш вопрос нужному специалисту, он ответит вам в течение суток, пока регламент такой, пока сайт у нас продолжает настраиваться. Если ваши вопросы касаются самой заявки, то есть в заявке вы не видите, например, шаблонов, в заявке вы не можете приложить какие-то документы, у вас нет кнопки, скажем, на приборной панели отправить заявку на экспертизу и так далее. В самой заявке с левой стороны под нашими телефонами есть ссылка техподдержка, нажав на которую вы можете описать свою проблему и отправить специалистов. В любом случае, если какие-то проблемы возникают, естественно, вы можете обращаться в технопарк, в консультационный центр. Однако, обращаю ваше внимание, что технической поддержкой занимаются наши коллеги, мы, разумеется, перенаправим им ваш вопрос, но если вы направите его напрямую, то, наверное, произойдет какой-то ответ быстрее. Теперь я хотела бы подробнее остановиться на разнице между вариантами подачи заявки. Итак, заявка на предварительную экспертизу. В этом случае заявителем может выступать как юридическое лицо, так и физическое лицо. Здесь необходимо заполнить только одну форму, которая у нас в заявке называется «Эта форма», а касается непосредственно проекта и оценивается проект по существу при подаче на предварительную экспертизу. Да, вы можете заполнить также и юридическое лицо, но оно к нам при подаче заявки на предварительную экспертизу, то есть данные о нем, не поступят. При подаче заявки на предварительную экспертизу сама процедура состоит также из двух этапов. Пять дней проходят формальные экспертизы, обращаю ваше внимание, на пять рабочих дней проходит формальная экспертиза в фонде. То есть мы оцениваем полноту и правильное заполнение документов. Далее, если все в порядке, заявка у нас направляется на экспертизу по существу, то вы по результатам формальной экспертизы на электронную почту получаете уведомление о том, что все в порядке, либо получаете уведомление о замечаниях, которые вы можете в течение указанного срока исправить. Обратите ваше внимание, что экспертиза по существу проходит 10 календарных дней. Однако, если форум экспертов не собирается в первый раз, заявка будет перенаправлена еще на 10 календарных дней. В связи с этим сроки удлиняются. Если какие-то вопросы у вас на этом этапе возникают, пожалуйста, также можете обращаться к нам. По экспертизе по существу. Каким образом она проходит? Заявка направляется 10 случайным образом выбранным эксперта. Кворум считается набранным, если хотя бы 5 экспертов каким-то образом отреагируют на заявку. То есть они должны поставить в соответствующих критериях, по которым оценивается заявка, либо плюс, либо минус. Эксперт может смотреть заявку, отказаться голосовать. В этом случае его голос не учитывается. Эксперт может не посмотреть заявку. То есть мы считаем только голоса экспертов, которые они каким-то образом нам проставили. Но никаким определенным образом. Либо это плюс, либо это минус. Далее. В случае успешного прохождения экспертизы по существу, заявитель получает уведомление с приложением копии решения экспертной коллегии. Сейчас он называется протокол решения экспертной коллегии. Который действует в течение 6 месяцев. То есть подать заявку на статус участника с приложением протокола экспертной коллегии соискатель должен не позднее 6 месяцев. Достаточно срока для того, чтобы организовать юридическое лицо, получить все документы, согласовать, заполнить и так далее. Если 6 месяцев истекли, тогда заявителю необходимо заново проходить экспертизу по существу. В этом случае, если уже юридическое лицо готово, заявка просто направляется на статус участника, полностью заполненную. Обратите ваше внимание, что сроки рассмотрения заявки увеличиваются, если вы направляете заявку только на русском языке. Силами фонда мы берем на себя перевод, но при этом сроки, соответственно, увеличиваются на одну неделю. При загрузке наших переводчиков этот срок может чуть возрасти, но, однако, мы сейчас стараемся придерживаться регламента. Где-то порядка 5 дней занимает у нас перевод в локацию. Итак, заявка на статус участника. Сейчас расскажу вам о случае, если вы подаете без предварительной экспертизы. То есть заполняются две формы. Это форма, которая касается проекта, и форма юридического лица. Сама процедура состоит точно так же из двух этапов. Формальная экспертиза фонда и 10 календарных дней экспертизы по существу. Здесь, если была направлена предварительная заявка на предварительную экспертизу, экспертиза по существу уже не проводится, и фонд исключительно проводит формальную экспертизу. Мы смотрим только юрлицо. Далее, если все в порядке, мы направляем уведомления соискателю о предоставлении документов в бумажном виде. Я хочу отметить, что по новой процедуре документы направляются по почте. По уведомлению есть все реквизиты, каким образом и куда их направлять. На это мы даем соискателю 10 дней, после чего в течение двух дней документы рассматриваются и выносятся уже решения. Формируется досье, передается в финансовый департамент, и при, скажем, отсутствии замечаний происходит внесение компании-участника в реестр участников и оформляется свидетельство. После внесения в реестр участников, к сожалению, пока вам не приходит уведомление о том, что вы внесены в реестр участников. Поэтому после направления документов в бумажном виде в юридический департамент вы можете обращаться к нам. Мы сориентируем вас, внесены ли вы, и можем выслать вам все необходимые подтверждения. Кроме, пожалуй, свидетельства, которое получается чуть позднее. Это связано с тем, что свидетельство формируется на этапе внесения компании в реестр участников, однако необходимо время для его подписания, проставления печати и так далее, и оформления скана. Как только скан появляется у консультационного центра, мы также готовы вам его предоставить для того, чтобы вы могли его отнести в налоговую, для того, чтобы зарегистрировать свои налоговые льготы. Итак, положительным результатом экспертизы на статус участника является свидетельство участника. Наши службы приглашают вас для торжественного вручения, но я хочу сказать, что если свидетельство готово, вы можете также получить его самостоятельно в любое время, согласовав по время с представителем кластера и обратиться к нам. Изменения на этапы формальной экспертизы после 11 ноября произошли незначительные. У нас сейчас нет формальных требований к команде участников. Опыт и знание команды оцениваются экспертами. Мы не регламентируем количество участников команды, максимальное количество, однако в заявке вы должны предоставить не менее двух участников, один из которых хотя бы должен обладать международным опытом. Здесь я обращаю ваше внимание. Опыт и знание команды оцениваются независимыми экспертами, это один из критериев. Далее, из нововведений, проект сейчас на этапе формальной экспертизы оценивается профильными кластерами на соответствие инновационным приоритетам. Как мы их называем форсайтом кластеров. Обратите на это внимание. Далее, ограничения в подаче заявок. Мы не ограничиваем физические лица в подаче заявок. Вы можете на предварительную экспертизу от физического лица подать сколько угодно проектов, однако одно юридическое лицо не может подать новую заявку, пока его предыдущая заявка находится на рассмотрении. Это связано с тем, что статус присваивается юридическому лицу и бессмысленно 10 заявок отправлять на статус, если понятно, что достаточно одному проекту пройти эту экспертизу, будет присвоен статус участника проекта. Далее, изменения на этапе экспертизы по существу. Ранее у нас не было классификации экспертов по направлению форсайтов. Сейчас это есть. И сейчас у нас есть деление научных, технологических и бизнес-экспертов. Выборка, как и ранее у нас, производится случайным образом. Единственное, что теперь 10 экспертов выбираются из списка по соответствующему направлению форсайта. Далее, ранее проходной балл у нас был более 50%. Теперь не менее 60 экспертов должны проголосовать «за», для того, чтобы по одному из критериев выставлена была положительная оценка. Далее, из нововведений у нас теперь есть возможность отправить заявку еще раз. Мы никогда не ограничивали вас в переподаче заявки, однако теперь эксперты могут указать на то, что просто недостаточно было предоставлено информации, и вы, связавшись со своим профильным кластером, можете запросить каких-то комментариев к вашему проекту и понять, в чем вы можете доработать свою заявку и переподать ее еще раз. Итак, основные пять критериев. Основные и единственные, по которым независимые эксперты оценивают проект по существу. Создаваемый продукт или технология обладают конкурентными преимуществами перед мировыми аналогами. Далее, обладают существенным потенциалом коммерциализации, как минимум, на российском перспективе на мировом рынке. Проект теоретически реализуем. Далее, команда обладает необходимыми знаниями и опытом для успешной реализации проекта. И вот, наконец, в команде присутствуют специалисты, либо несколько специалистов, обладающих международным опытом в области исследований, разработок и коммерциализации их результатов. Вот, пожалуй, наверное, все, что я хотела вам сказать. Еще раз обращаю ваше внимание. Пожалуйста, обращайтесь к нам. Если невозможно дозвониться, вы можете написать нам по электронной почте. И если вопросы трудно сформулировать, вы можете оставить ваши контакты, мы свяжемся с вами самостоятельно. Я готова представить вам, если сейчас не будет возможности у кого-то скачать нашу презентацию по электронной почте. И еще раз напоминаю, что вебинары технопарка проводятся каждую среду. Мы рассказываем о наших услугах для участников. И раз в месяц мы проводим вебинары по процедуре подачи заявки. Она немного может меняться. Но фактически, наверное, будет это связано в будущем с тем, что у нас меняется сайт. И для вашего удобства будет несколько иным образом представлена заявка. Однако поля в ней не будут меняться. Поэтому повода для волнения нет. Пожалуйста, консультационный центр работает для вас. Спасибо. Спасибо.